Некоторые аттракционщики зарабатывают до 100 тысяч рублей за один выезд. Гораздо проще это перевозить газелями, причем они стоят не очень дорого. Ваша прибыль должна покрывать ваши расходы. Всем привет! Меня зовут Авелов Андрей и это канал Атробизнес. И сегодня я вам расскажу офигенную бизнес-идею. Это бизнес на выездных аттракционах, или как его еще называют, выездной парк аттракционов, с помощью которой вы сможете заработать и 200, и 300, и 500 тысяч рублей в месяц. Некоторые аттракционщики, которые работают на выездах, зарабатывают до 100 тысяч рублей за один выезд. Поэтому, если ты хочешь узнать подробный чек-лист по запуску такого бизнеса, обязательно смотри это видео до конца, поставь лайк, подпишись и погнали! Итак, с чего же начать такой бизнес? Многие наши клиенты живут в небольших городах, и, соответственно, в этих городах они не могут поставить надувной батут или любой другой аттракцион на стационаре. Им приходится ездить по другим городам. То есть, их, грубо говоря, заставила жизнь поехать по другим городам с парком аттракционов. Но вы можете сами, посмотрев это видео, организовать такой бизнес. Из чего же начать? Начать нужно прежде всего с планирования. Посмотреть окрестности вокруг, посмотреть, какие города рядом, узнать, когда в них проходят дни города, либо какие-то другие праздники, и запланировать мероприятия на все лето. Как это сделать? Нужно звонить, нужно писать, рассылать коммерческие предложения в администрации ближайших городов. Но либо не ближайших. Бывают выезды и на тысячу километров, и на две тысячи километров, если это выгодно вам. Итак, первый этап – это запланировать ваши выезда. Вы можете пользоваться Google календарем, либо таблицей Excel, либо обычным блокнотом и расписать все даты. Ну и, конечно, вам нужно составить хорошее коммерческое предложение, чтобы заинтересовать администрацию города, пустить именно вас с вашим парком аттракционов. Соответственно, второй момент – вам нужно понимать, какое оборудование вы будете использовать. По нашей рекомендации обязательно должен быть надувной батут, а лучше даже два. Должна быть высокая горка, которая подходит для детей постарше, это 10-15 лет. И должна быть небольшая площадка, ну, небольшой надувной батут, где могут играть от 20 до 30 детей разного возраста. Ну и чтобы ваш парк был интересным, помимо надувных аттракционов, должны быть и другие развлечения. Самые популярные – это электромобили, небольшие цепочные карусели, небольшой паровозик, ну и, конечно, спортивный батут, либо батут кенгуру. Дополнительно вы можете использовать еще и призовые аттракционы, которые также будут приносить вам какие-то деньги. Ну и помимо аттракционов вы можете торговать различными игрушками, едой, водой, шариками, в общем, всем, чем хотите, что будет приносить вам дополнительную прибыль. Теперь, когда вы примерно представляете, какие у вас аттракционы будут, ну, в вашем парке, вы можете составить коммерческое предложение для администрации. Чтобы это выглядело наиболее красиво, вы можете обратиться к нам, мы нарисуем вам 3D-визуализацию, где будет красиво расположены эти аттракционы, чтобы вы, когда присылали коммерческое предложение, администрация посмотрела и четко представила для себя, как будут размещены и как будут выглядеть ваши аттракционы. Чем более красивое и понятное коммерческое предложение вы пришлете, тем более высокие шансы, что администрация выберет именно вас и поставит вас на свой праздник. Ну и еще один момент, что помимо аттракционов у вас должно быть дополнительное оборудование. Это могут быть ограждения для аттракционов, это могут быть туалеты, если их не предоставляет администрация, это могут быть мусорки, либо еще часто аттракционщики используют осветительные приборы. То есть, ну, во многих городах очень рано темнеет, и, соответственно, чтобы продлить время пребывания детей на вашем аттракционе, лучше поставить освещение. Если у вас будет освещение, а рядом будут стоять конкуренты, то, скорее всего, больше детей будут прыгать именно на ваших аттракционах. Итак, с оборудованием разобрались. Третий момент, вам понадобятся люди. Для того, чтобы вы могли работать на выездах, у вас должна быть команда. Кто это может быть? Это могут быть ваши друзья, родственники, ну, либо наемные сотрудники. Перед тем, как куда-то поехать, вы заранее должны запланировать, сколько человек вам понадобится. В среднем могу сказать, что на парк 300-500 квадратов необходимо 6-10 человек. Лучше, чтобы это были мужчины, потому что придется разворачивать парк, надувать батуты, перетаскивать очень много, соответственно, лучше брать парней. Ну, на кассира или на оператора можно взять и девушек. Очень часто заглядят вопрос, где брать этих людей? Нанимать в своем городе и везти с собой, либо нанимать в том городе, куда ты приезжаешь. По опыту можем сказать, что многие делают так. Они нанимают людей в своем городе и уже возят их с собой, кормят их, предоставляют им жилье. Таким образом можно сформировать постоянную команду, и это гораздо легче, чем обучать постоянно новых людей. Четвертый момент, который вам нужно будет решить, это как перевозить все это оборудование. Ну, хочу сказать, что проще всего это купить газель, прицеп и перевозить все это на газели или прицепе. Многие наши клиенты используют две машины, либо три машины. Ну, никто практически не использует там большую фуру или какой-то огромный автомобиль. Гораздо проще это перевозить газелями, и причем они стоят не очень дорого. Вы можете позволить купить себе бэушный автомобиль за небольшую сумму. По опыту можем сказать, что на перевозку парка 300-500 квадратов необходимо две большие газели и, возможно, еще один прицеп. В любом случае это, конечно, будет зависеть от ваших аттракционов. Если у вас какие-то большие батуты, либо большие аттракционы, конечно, это может потребовать какой-то другой автомобиль. Возможно, это будет большой газон, либо дополнительный прицеп. Поэтому уже тогда, когда вы сформируете свой парк, вы уже сможете понять, какие автомобили вам понадобятся. Пятый момент – это организация работы в месте проведения праздника. У вас должно быть заранее заготовлена схема размещения аттракционов, чтобы, когда вы приедете на точку, вы точно знали, что куда нужно будет поставить. Размещение парка аттракционов занимает примерно 1-2 часа. Соответственно, вам нужно приезжать на мероприятие заранее, чтобы успеть все поставить, привести в готовность и уже начать работать вовремя. Следующий момент – что вам нужно предусмотреть взаимодействие ваших сотрудников таким образом, чтобы не создавалось очередей на аттракционах. Вы должны понимать, что на мероприятиях, на праздниках обычно очень много людей в один момент времени, и у вас на аттракционе может образоваться очередь. И поэтому, если у вас, например, какой-то батут большой, на который обычно приходит много людей, то лучше туда поставить 2 оператора, например. А на какую-то карусель хватит и одного оператора. Следующий момент – вам нужно решить, как вы будете принимать деньги. Наша рекомендация – это сделать отдельную кассу, где будут продаваться билеты, и вся наличка, все деньги будут сдаваться именно туда. А операторы уже не будут отвечать за прием наличных. Это упростит их работу и, опять же, не будет создавать очередей. Это не только упрощает работу, но и также пресекает воровство ваших операторов. То есть деньги через них не проходят, соответственно, уже гораздо сложнее своровать вашу выручку. Ну, конечно, кассир на кассе должен быть доверенным лицом. Также заранее продумайте, как будут выглядеть ваши сотрудники. Одежда у них должна быть удобная. Вообще, лучше всего заказать одежду в корпоративном стиле. Ну и последний важный момент организации работы – это, конечно же, безопасность. Каждый сотрудник аттракциона должен знать правила эксплуатации и должен смотреть, как ведут себя на аттракционе дети. А шестой момент – это, конечно же, реклама. Не нужно думать, что если вы приедете в какой-либо город, то все жители сбегутся на ваш парк аттракционов. Когда вы планируете куда-то ехать, заранее позаботьтесь о рекламной кампании. Что можно сделать? Ну, во-первых, можно задействовать социальные сети, разместить посты в пабликах. Например, такие, как «Подслушано Челябинск», либо «Мамочки Челябинска», либо просто какая-то группа, которая имеет очень много подписчиков. И если вы разместите там пост о том, что приезжает такой-то парк аттракционов, то большинство жителей города об этом узнают. Второй момент – можно использовать городские СМИ. В маленьких городах люди все еще читают газеты или смотрят новости, и вы можете разместить там рекламу. Третий момент – вы также можете использовать таргетинг в соцсетях, настроить таргет в Инстаграме на определенный маленький город, и все люди, которые пользуются Инстаграмом, узнают, что в их город приезжает такой замечательный парк аттракционов. Ну и, конечно, можно использовать такие способы, как расклейка объявлений в городе, куда вы собираетесь ехать, или, например, пустить по городу машину с громкоговорителем, которая будет оповещать всех жителей, что в их город приехал, ну или собирается приехать в парк аттракционов. Нужно понимать, что сейчас любой бизнес требует рекламы и подключения маркетинга. И, соответственно, если вы не будете уделять этому внимания, то, возможно, вы не дозаработаете своей прибыли. Ну и таким образом мы сейчас переходим к важному этапу – это финансовый учет. Для того, чтобы вам потратиться на маркетинг или потратиться на оборудование или потратить на аренду площадки, вам это все нужно учесть в финансовом плане. И составить финмодель, с помощью которой вы сможете посчитать, все-таки стоит ли вам ехать в этот город или не стоит. То есть ваша прибыль должна покрывать ваши расходы. Что касается финансового учета и финансового планирования, то главный момент – это хотя бы введите доходы и расходы. Вы можете ввести их в блокноте, а лучше это ввести все-таки, например, в каком-то онлайн-инструменте. Мы рекомендуем использовать Google-таблицы. Туда вы можете вносить данные из компьютера, из телефона и получить доступ к этой таблице с любого устройства. Но сейчас я не буду подробно рассказывать про финансовый учет. В нашем курсе «Реальный бизнес на батутах» есть целый блок, который посвящен финансовому учету. Он идет целый час, и там подробно рассказывается, как ввести финансовый учет так, чтобы вы могли смотреть на вашу прибыль и влиять на вашу прибыль. Тем более, что сейчас вы можете получить доступ к нашему курсу «Реальный бизнес на батутах» совершенно бесплатно. До конца режима самоизоляции вы можете оставить заявку на нашем сайте, ссылка будет под этим видео, и получить доступ совершенно бесплатно к нашему курсу. Ну а для тех, кто все-таки досмотрел до этого момента, и кому интересно, сколько же можно заработать на такой бизнес-идеи, как выездной парк аттракционов, мы подготовили специальную финмодель, которую можно будет скачать под этим видео, забить туда свои данные и посмотреть, сколько реально можно заработать с одного выезда. Ну что, вот мы и рассмотрели 7 пунктов чек-листа по организации выездного парка аттракционов. А прямо сейчас обязательно поставь лайк и подпишись на наш канал. Если у тебя остались какие-то вопросы, обязательно напиши их в комментариях, мы на них будем отвечать. Ну и, конечно, переходи на наш канал и смотри другие бизнес-идеи.